Второй этап благоустройства территории Веденской школы в Звенигороде продолжается. В этом году здесь установят малые архитектурные формы, обустроят резиновое покрытие и сделают дорожку на лесном участке. Об уже выполненных работах отчитались на еженедельном совещании главы муниципалитета. Практически школа была перестроена полностью, остались только стены, фундаменты, потому что перекрытие, все инженерные системы, водоотведение, КНС, то есть все было обустроено новое, смонтировано новое, системы видеонаблюдения уже подключены к безопасному региону. Из планов на будущее осталось докупить школу мебель и оборудование, а также провести благоустройство территории и обустроить в следующем году спортивное ядро со стадионом. Организация работы в самой школе организована на высоком уровне. У нас ежедневно заведующим хозяйством проводится обход. Если возникают какие-то вопросы, мы оперативно их решаем, в том числе и со службой ХЭС и с потребчиками, но, скажем так, нареканий нет. Пищеблок у нас работает в полном объеме, детей мы кормим в соответствии с приказом и даже резервные группы у нас питаются. И нареканий сейчас у родителей и опасения о том, что что-то не так стало намного, даже не то, чтобы намного, их практически нет, потому что мы в активной, в тесной связке с родителями, нашим активом. На совещании обсудили и реконструкцию других учебных заведений в округе. На 2023 год запланирован ремонт Старогородковской специальной школе-интернате и 2-й Кубинской школе. Работы проведут в рамках реализации федеральной программы образования. В этом году, как отметил Андрей Иванов, с планом по капремонту образовательных учреждений в муниципалитете справились. Большая работа проведена в этом году. Мы увидели все, в формате было стало. Хороший, качественный ремонт. Не было сбой по подрядчикам. За это тоже стало благодарность. Особое внимание уделили итогам планового ремонта в школах и детских садах. Во многих образовательных учреждениях за лето были отремонтированы медицинские и пищеблоки, спортзалы и системы вентиляции. Эти работы будут продолжены и в следующем году в других учебных заведениях. Екатерина Крамор, Фарид Хариддинов, телекомпания Одинцова.